Однажды у нас в церкви покаялся мужчина из Сирии. Знаете, вот есть такие бизнесмены из категории «я сам себя сделал». Ну вот на самом деле он сирота. Родители погибли, когда он был еще маленьким, его воспитывала бабушка, и некому было ему помогать. И вот он сам пробился, он сам добился, он сам смог, сам себя сделал. А потом такое несчастье, жена умеровала, начала ходить в церковь, и он прямо такой яростный противник был. А она ходила в церковь, молилась за него. И однажды она поехала к родителям на Украину. Вот. А у него случается сердечный приступ. У него были временами проблемы с сердцем. У него случается сердечный приступ. И вот он сидит один в шикарном, огромном доме. Мебель просто как во дворце. Ну вот диваны такие, знаете, с такими вот прямо вот красотами, огромный телевизор. Вот он сидит один в этом доме и понимает, что вот сейчас он умрет. Ну и все. И он тогда взмолился и сказал, Господи, если я останусь жить вот сейчас, то я обещаю, что я приду в церковь. Ну он позвонил жене, жена тоже позвонила, мы молились и его отпустила, короче говоря, выжил. И он пришел в церковь. Но болезнь оставалась. И у нас в церкви какое-то время до этого покаялась одна женщина из совершенно другой категории. Она была алкоголичкой. Притом алкоголичка до такой степени, что от нее муж-алкоголик ушел, потому что у нее просто с головой не в порядке становилось. Если алкоголики тихие, знаете, выпил и сидит дома. Она по жизни очень тихая, но когда она выпивала, все, она шла на улицу, и у нее были приключения всю ночь. И она пришла в церковь, она просто на Рождество покаялась, помолилась молитвой покаяния. О том, что у нее такая степень алкоголизма была, я узнал только через время. В церкви появилась пожилая бабушка на служении, я ее в первый раз увидел. И после служения она просто бросилась ко мне, схватила за руки и начала целовать руки. Ну, знаете, к православному батюшке. Я начал выдергивать руки свои и говорить, ну, что вы делаете, у нас так не принято. Она мне говорит, мы Свету уже похоронили. Оказалось, это мама этой женщины. Мы Свету уже похоронили. Потому что женский алкоголизм это, ну, то, что, ну, очень редко, когда удаётся там в наркологических каких-то центрах вылечить человека. И вот эта вчерашняя алкоголичка, она пришла и начала ходить в церковь. И вот ситуация, начинается служение, люди в зале. И приходит побуждение сказать, давайте вот помолимся друг за другом. Вот кто рядышком с вами находится, возьмите за руку и помолитесь друг за другом. И вот так оказалось, что вот этот бизнесмен, который сам себя сделал, он оказался рядом с этой вчерашней алкоголичкой. И она его за руку взяла. И это он потом рассказывал. Он говорит, у меня внутри прямо такая буря возмущения была. Кто? Эта алкоголичка будет за меня молиться? За меня, который сам себя сделал, который, ну, вот столько вот добился. И вот эта алкоголичка будет за меня молиться. У него такая буря внутри была. Но эта вчерашняя алкоголичка, она как могла, она была новообращенная христианка. Но вот люди помолились друг за другом. И на следующий день он проснулся абсолютно здоровым. И он потом свидетельствовал об этом в церкви. Знаете, нам важно понять, что Бог, он действует через людей. И когда что-то в нашей жизни происходит значительное, то за это все слава Бог. Знаете, сколько раз я молился за людей, и я так старался, так старался, и ничего не происходило. А в каких-то ситуациях я просто возлагал руку и говорил, Бог, ну, иногда мы уставшие бываем, знаете. И после служения женщина подошла, говорит, я больна раком. Вот меня первый раз пригласили на служение, я в больнице лежу, вот помолитесь за меня. Я такой уставший был. И я на нее руку положил, говорю, Боже, исцели ее, аминь. И пошел. И она пришла через месяц с документами, говорит, я полностью исцелена. И она уже в годах, уже такая пожилая женщина была. Ее выписали из больницы, потому что у нее, как бы сняли с нее этот диагноз. И я думал, Господи, я иногда так стараюсь, ничего не происходит. Иногда достаточно просто руку положить и сказать простые слова. И в эти моменты ты понимаешь, что от нас мало что зависит. Есть что-то, чему мы должны позволить просто сделать Богу через нас. Поэтому давайте возьмем друг друга за руку. Да, вот кто рядышком? Сейчас? Да, прямо сейчас. Да, по два человека хорошо. Ну, по два по времени. Вот. Если вы знаете нужду человека, да нет, сидите. Вот. Давайте помолимся друг за другом. Кость, иди сюда, давай мы с тобой на пару поборос. Глава Хриловича Глава Хриловича Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы верим, что Бог слышит наши молитвы. Аминь. Продолжение следует... И ты решаешь, решаешь эту проблему. Потом, когда уже все перепробовал, думаешь, не, надо помолиться все-таки. Молишься, и ситуация разрешается вообще так, как ты не думал. И стоишь потом и думаешь, ну, чего-то не помолиться вначале, прежде чем дергаться и пытаться все это решить. Давайте будем наши нужды отдавать Господу. В Белгороде, я вот об этом говорил уже в церкви, у нас была проблема. Отчасти она до сих пор остается. Когда люди ставят машины у входа, и каждый старается себе получше место выбрать. И мы же все научены, что самый лучший аргумент для воспитания – это собственный пример. Мы знаем, что детям своим мы можем говорить все, что угодно, но делать они будут то, что они видят в жизни своих родителей, как правило. Ну и, конечно, мы все знаем, что пастор в церкви – пример во всем. Ты стараешься быть примером во всем. И в этом я старался быть примером во всем. Поэтому всегда ставлю машину свою в самое неудобное место, откуда труднее всего выезжать. И потом через время уже начал говорить, ну, выберите пример хотя бы в этом смысле. Давайте оставим место для Иисуса. Ну, вот если бы Иисус приехал на машине в нашу церковь. Давайте оставим место для людей, которые первый раз пришли на служение. В конце концов, для брата или для сестры. Ну, вот хотя бы этим послужим. И знаете, проходили годы. Через несколько лет я возле своей машины заметил одну машину. Ну, потом две. Но эта проблема до сих пор остается. Вот часть людей, ты их хоть расстрелял. Вот, при том, это люди, которые давно в церкви. Все понимают. Но они все равно, они делают то, что они хотят. Пастор, что ты нас контролируешь? Мы где хотим, там и ставим свою машину. Ну, да, так и есть. Но точно так, как любой родитель, он хочет видеть в жизни своих детей, ну, какие-то достойные поступки, достойные Бога. Ну, точно так любой пастор, он хочет видеть в людях результат проповеди. Потому что время проходит, и ты задумываешься, ну, вот, ты проповедовал, люди слушали, а никакие изменения в их жизни не произошли. И я не говорю о чудесах. Знаете, вот в этом отношении с чудесами все намного легче. Потому что исцеление происходит. Ответы на молитвы приходят. В этом отношении, как правило, нет проблем. У нас много, достаточно людей в церкви, которые Бог от рака исцелил, от каких-то тяжелых заболеваний. Знаете, вот в том, что касается изменения характера, изменения вот своих каких-то неблагочестивых привычек, искоренения эгоизма, когда ты больше всего думаешь о себе, даже когда ты приходишь в Дом Божий. Ты выбираешь то, что тебе удобнее, то, что для тебя лучше. И я увидел, что примера не всегда достаточно. Знаете, а потом я увидел, в общем-то, и в Писании. Да, мы можем видеть, что и Иисус пришел, и это вот слово стало плотью. Вот оно буквально воплотилось в нем, воплотилось в его поступках, в его словах, в его интонациях. Да вот как он говорил с людьми. Вот как он жил, как он поступал. Люди были рядом с ним. Но нужно сказать, что на большую часть людей, которые были рядом с ним, даже на подавляющее большинство, это не оказало никакого влияния. Мы видим, от Иисуса уходили люди тысячами. И если бы вы спросили у одного из них, а что ты ушел? Наверняка вы услышали бы какую-то причину уважительную в глазах этого человека. Но они уходили от него. И мы видим, что апостол Павел, который никогда в жизни не встречался с Иисусом, но об Иисусе, ну вот да, с Иисусом воплоти не встречался. Но об Иисусе наверняка слышал от других учеников. И через годы он говорит своим ученикам, подражайте мне, как я подражаю Христу. Мы видим, что вот это желание подражать Христу, да, вот в своей земной жизни, оно было очень сильным у Павла, и он понимал, что и все остальные, они должны к этому стремиться. Да, и речь идет не о чудесах в данном случае, потому что чудеса, когда происходят, когда я помолился, человек исцелился, это не я. Понимаете, люди так ревнуют о дарах духовных, думая, что проявление духовных даров, это проявление духовности человека, это заблуждение. Знаете, если я сейчас, ну не знаю, сколько твой телефон стоит? Тысячу долларов, да, три с половиной тысячи шекелей. Вот если Лизан сейчас возьмет и кому-то из вас подарит этот телефон, то это не говорит о вашем достатке, понимаете? Это не говорит ничего о вашем заработке, это говорит о отношении его к вам, это говорит о его заработках, о его достатке. Понимаете, когда Бог дал нам дары и действует дарами через нас, то это не о нас вообще, это то, что Он делает через нас. Это все о Нем. А что же о нас? А о нас это наш характер. Это моменты, когда мы отказываемся гордиться, когда мы отказываемся злословить, когда мы молимся за обижающих нас, когда мы отказываемся впадать в депрессию, в уныние, когда мы говорим душе своей, не унываем, да, вот когда вид, я буду славить Господа. То есть, а нас это вот в этой сфере все. Я увидел, что примера очень часто недостаточно. И почему вот такая длинная предыстория? Знаете, мы иногда сами попадаем вот в такие обстоятельства, но уверен, каждый из вас видел вот людей, о которых я сейчас скажу, вы видели людей, которые вот приходят в церковь. Вот Господь коснулся его, Он полон воодушевления, Он в восторге от церкви. Я помню, я когда пришел в церковь, я просто в таком восхищении был от людей, я думал, ну, вот они просто как ангелы. Потом через время ты понимаешь, что в церкви ангелов нет, и даже самые ангелоподобные, да, они крылышки вечером складывают, и они остаются просто людьми. И приходит какое-то, ну, я не скажу там прямо огорчение, да, но какое-то, ну, ты немножко разочаровываешься, и куда-то уходит твой запал вот этот, твоя ревность, вот такая прямо о Боге, да, и ты таким становишься уже, ну, как мы говорим, теплым христианином. А через время мы видим, что некоторые люди, они вообще отпадают. По разным причинам. Кто-то через грех, но не все через грех. Кто-то просто потому, что его ожидания, они вот были разрушены, вот соприкоснувшись с людьми, просто с людьми в церкви. И люди уходят. Мы иногда видим, что люди оставляют служение. Мы иногда видим, что пасторы оставляют служение. Я как-то, при том, это было в Израиле, в одной из поездок, когда я был в Израиле, и со мной был один пастор из одного города, из России, такого же возраста, как я. И уже перед отъездом домой он мне говорит, знаешь, я сейчас вернусь, я принял решение оставить служение. Я Богу сказал, Господь, я отдал Тебе лучшие годы жизни. Ему уже лет 45-47 где-то было к тому моменту. Я церковь начал, я построил здание. Там на самом деле церковь, около 200 человек, была в таком хорошем областном центре в России. И я чувствую, что я достиг какого-то потолка, и я просто хочу двигаться дальше. Поэтому я решил оставить служение. Я говорю, а куда же ты будешь двигаться? Он говорит, я хочу попробовать себя еще в бизнесе. Я ему говорю, слушай, я из бизнеса пришел в пастырство. Там как бы ничего нет интересного. Но иногда и такие вещи происходят. И, конечно, мы огорчаемся, когда видим, что человек впадает в грех и уходит из церкви. А иногда и начинают злословить церковь, злословить братьев и сестер. И ты думаешь, ну как такое возможно? Почему такое возможно? А потом через время некоторые возвращаются. А у нас внутри оскомина какая-то. Они же уже наговорили всякого. А теперь возвращаются. А еще если ушли в неподходящий момент, когда на них надеялись, когда их некем было подменить, они ушли. Вот плюнули просто, перечеркнули все отношения и ушли. И у нас горечь какая-то внутри. И что с этим человеком делать потом? Как с ним строить отношения или не строить отношения? Наверняка вы сталкивались с подобными вещами и в церкви, и в семье в отношениях сталкивались, и с друзьями вашими, когда, да, как у Высоцкого поется, если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, так, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош. Да, и помните, да, друга в горы тащи, не бросай одного его. Вот. Если он сорвался вниз, то ты кричи, но держи. Да, вот он о дружбе поет. Если Вы вдруг сталкиваетесь с тем, что вот тот, кого Вы считали другом, да, он оказался не друг, а вдруг. И не друг, и не враг, а так. Вот это хуже всего. Знаете? Так. И у нас тоже вот, а как с ним дальше быть, с этим человеком? Почему я об этом говорю? Знаете, мы приходим к Богу из разных обстоятельств, и мы имеем разную жизненную историю, проходим разные обстоятельства, но подобные вещи мы в жизни переживаем, и находясь в церкви в том числе. И первое место, которое я прочитаю сегодня, это послание Галатам, 4 глава, 19 стих. Павел говорит так. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Знаете, нам, конечно, хочется, чтобы вот человек пришел в церковь, помолился молитвой покаяния, вот, у него все изменилось в жизни, и завтра он стал как Христос. Он отвечает за свои слова, он вовремя приходит, он исполнителем, послушен, богопоязнен, он следит за своими словами. Но, несмотря на то, что у апостола Павла был холерический темперамент, и мы видим этот человек, который всегда на высоких скоростях проживает свою жизнь, но что-то он к этому моменту уже понял, он понял, что люди меняются не быстро. И вот он выражает свое состояние вот этими словами, он говорит, я до сих пор, дети мои, для которых я снова в муках рождения, то есть снова, это значит, что это переживание, которое не вдруг, а это то, что он периодически проходит, и он описывает это в муках рождения. То есть вот в орбите его жизни появляется какой-то человек, и вот это время, когда он еще, этот человек, живет по плоти, поступает, там, руководствуясь завистью, эгоизмом, преследует свои какие-то корыстные цели, ну, то есть в реальных обстоятельствах Христос не отображается в нем. И Павел описывает свое переживание, он говорит, я снова в муках рождения, доколе не отобразится в вас Христос. И знаете, вот когда мы это понимаем, легче становится. Люди в орбите нашей жизни появляются, они не случайны, ни один человек не случайен. И мы можем своей молитвой, мы можем своим поведением, своим отношением, мы можем влиять на этого человека, но это, как правило, это больно, когда человек вот не обтесанный, вот с таким скверным характером, и тебе приходится переживать вот эти муки рождения, пока Христос не начнет отображаться в этом человеке. Кто из вас знаком вот с подобным переживанием, помашите рукой. Сколько вам нужно было своему ребенку сказать вот какие-то слова, пока он начал это делать? Пока научился шнурки завязывать, пока научился зубы чистить, да, утром зубной щеткой. Сколько раз вам нужно было сказать, пока в нем не отобразились вы, ваши привычки, да, или привычки, вот, ну, нормальные привычки нормального человека. И вы же, вы расстраивались каждый раз, так ведь? Сколько раз тебе можно говорить, да, вы его воспитывали, вы были как бы в муках рождения, пока в нем не отобразились вы. Вот ваши хорошие привычки, ваше поведение. Павел в муках рождения за тех людей, которые вокруг него. Он не отталкивает их. Да, он в муках рождения, он терпит. Он верит в них, так как Христос верит в нас. Он ожидает, что в конце концов наступит момент в твоей жизни, когда ты сам себе скажешь, все, хватит, я больше не хочу быть в таком состоянии, я больше не хочу быть темным христианином, я больше не хочу просто называться, я хочу называться и быть детем Божьим. Но я же не ради этого пришел в церковь, чтобы просто называться. Быть. И Павел говорит, я в муках рождения. Знаете, но он не сразу к этому пришел. И мы сейчас посмотрим с вами начало служения апостола Павла. Мы видим, что в начале у него были совершенно другие ожидания от людей, другой подход к людям, другие требования. И мы будем сегодня читать историю евангелиста Марка, Марка и Анна. Не так часто о нем говорят, но на самом деле это историческая личность, и о нем не только в Евангелиях написано, потому что этот человек на самом деле очень-очень много чего успел сделать. Что не записано в Новом Завете, но известно в истории церкви. И вот мы по разным причинам оказались в церкви. Кого-то позвали, кто-то родился в семье верующих родителей. Вот в этом отношении и Анну Марку очень повезло. То, что мы читаем о нем в Писании, ну, во-первых, мы читаем, что у него была верующая мама. Писание ничего не говорит о его отце. Судя по всему, отца не было. Но, говоря о нем, мы читаем в Писании, что у него был дядя. Кто знает, как звали дядю Иоанна Марка? Варнава. Вот этот потрясающий человек. Человек, который ни много, ни мало, но он вытащил из небытия будущего апостола Павла и ввел его, вот, как сегодня сказали бы, в самый топ служителей того времени. Варнава сыграл колоссальную роль в жизни апостола Павла. И, знаете, не всем так повезло, но Иоанну Марку повезло. Он был племянником Варнавы. Он ничего для этого не сделал. Иоанн Марк жил с мамой в Иерусалиме. И так случилось, что апостол Петр, помните эту историю, когда его схватили и поместили в темницу, а церковь прилежно молилась, и его удивительным образом сверхъестественно Бог вывел из темницы ангела послал. Помните? Оковы пали его. И он ночью пришел, он стучится в дверь. Так вот, это была дверь, где жил Иоанн Марк со своей мамой. Церковь собиралась в доме у Иоанна Марка. Иоанн Марк был просто подросток в это время. Он ничего не сделал для того, чтобы церковь собиралась в своих домах. Это решение приняла мама. А он как ребенок, он просто был в этом всем. Он наблюдал за этим всем. В Иерусалиме жил также и Варнава. Это была состоятельная семья. Мы в Писании видим, из Писания, что они принадлежали к колену Левиена. И Варнава был левитом. И это было почетно. Из истории известно, что это была состоятельная семья. Во-первых, известно, что у Варнавы были на Кипре виноградники. Он был состоятельным человеком. Мы помним даже, что он часть имения своего продал и он деньги свои вложил в первоапостольскую церковь. И я думаю, многие люди так делали, но наверное, ту сумму, которую он пожертвовал, сумма не указана, но сам факт, что он пожертвовал эти деньги, это пошло даже в Писание. И факт того, что в Иерусалиме семья Иоанна Марка живет в настолько большом доме, где могут собираться большое количество людей, это говорит о том, что это была состоятельная семья. У них были слуги. И говоря современным языком, Иоанн Марк это золотая молодежь того времени. Вот он ничего не сделал, чтобы родиться в этой семье, чтобы иметь такую маму крутую, которая ничего не боится. Да, может быть, бабушку, чтобы иметь такого дядю. И мы видим, что Варнава, он задействован вот очень активно в первоапостольской церкви. И когда доходят слухи, что в Антиохии там что-то происходит, а в это время в Антиохии была начата церковь по большому счету неизвестно кем. Теми, которые были в день Пятидесятницы в Иерусалиме, были крещены Духом Святым, мы даже не знаем имени пастора-основателя или той команды, которая основала церковь в Антиохии. То есть это спонтанно все произошло, но через время до церкви в Иерусалиме доходят слух, что там в Антиохии что-то просто феноменальное происходит. И церковь в Иерусалиме снаряжает Варнаву туда, в Антиохию, для того, чтобы он, будучи опытным, зрелым человеком, помог служение привести в порядок, выстроить вот эту внутреннюю жизнь. Потому что Антиохия это территория, где жили язычники. Понятно, они многому не были научены. И вот Варнава он отправляется туда. И мы читаем в Писании, что в этот момент Варнава судя по всему он формирует команду этой церкви в Антиохии. И выбор у него был невеликий. Мы читаем, что он вспоминает о том, что когда-то он встретился с Павлом, да, вот с тем Савлом, и мы читаем, что он отправляется в Тарс, и он в Тарсе на ходе, то есть ему искать пришлось Павла. С момента покаяния Павла, вот этого радикального покаяния, когда Господь явился ему по дороге в Дамаск, с этого момента до момента, когда Варнава нашел Павла в Тарсе, 13 лет прошло, что с Павлом в это время происходило, мы вообще не читаем, послушайте, а это самое лучшее время в жизни мужчины. Павел приблизительно сверстник Иисуса Христа по годам. И представьте, когда Варнава приходит за Павлом в Тарс, Павлу уже под 50. Особенно по тем временам, это как бы ну все уже. И мы же видим, Павел, когда он покаялся, он так рьяно все начинал, он наверное думал, что он тут сейчас перевернет все в Иерусалиме. Помните, он приходит, он начинает проповедовать, церковь его боится, потому что вот этот бэкграунд, знаете, репутацию иногда очень сложно изменить, годы на это уходят, поэтому нам нужно думать всякий раз, когда мы вот что-то делаем, как это отзовется потом. И мы видим, что церковь не принимает его в свои ряды, они боятся его. Мы же читаем, он за волосы тащил женщин и мужчин, то есть он очень жестоко поступал, он участвовал в убиении первого мученика Стефана, помните? То есть поводов бояться реально эти поводы были, он не может вписаться в эту церковь, он идет проповедовать евреям, он молится до иступления и Дух Святой ночью приходит к нему и Бог ему в молитве говорит, Павел, давай в Тарс. Он же не сам ушел из Иерусалима, потому что у него там ничего не получилось. И мы читаем, что в это время, когда религиозно евреи поклялись убить его, в это время мы читаем, что церковь была в любви у всего народа и Бог ежедневно прилагал спасаемых к церкви. То есть что-то в его характере было настолько грубым, необтесанным, необрезанным, что все, что он делал, оно только проблемы приносило первой церкви. Богу пришлось его взять и как бы отрезать и 13 лет мы о нем ничего не знаем. Вот он сидит там где-то в Тарсе. Единственное, мы читаем потом в Писании, что он пять раз его побивали палками, а в Писании мы читаем, что его только два раза побивали палками. Вот вопрос возникает, а остальные разы где же палками его побивали? Ну вот историки говорят, скорее всего в Тарсе вот там получал по шее Павел, знаете, потому что человек с необрезанным сердцем он не может служить Богу, он будет только разрушать дело Божье. И вот этого неизвестного никому Павла, который 13 лет находится в безвестном каком-то вот состоянии в этом, мы не читаем, что он начал церковь там, мы не видим, что у него там в Тарсе были ученики, ничего нет. И мы видим, что Варнава вспоминает о Павле. Не знаю, может быть, Дух Святой Варнаве в молитве об этом сказал. Мы не читаем об этом, но мы видим, Варнава ищет в Тарсе Павла, находит его и вводит число служителей церкви в Антиохии. По сути, он поручился за него, потому что у Варнавы было то, чего не было у Павла. У Варнавы был авторитет. И Варнава, судя по всему, знаете, вот такое имя Варнава переводится как сын утешения. И по характеру мы видим, что он флегматичного склада человек, он тот, который способен примерять. Он позаботился, у него сильная часть, наверное, душепопечения. И Варнава сыграл колоссальную роль в жизни Павла. Он ввел его в число служителей вот этой потрясающей церкви. в Антиохии. И мы читаем, что когда они были в молитве, когда они были в посте, помните, Дух Святой сказал, отделите Павла и Варнаву на служение. И вот когда они были там в Антиохии, церковь в Антиохии поручает Варнаве, и Варнава берет Павла вместе с собой, пойти в Иерусалим для того, чтобы отнести пожертвование, которое антиохийская церковь собрала, чтобы поддержать церковь в Иерусалиме. И они доверяют деньги. Тогда не было электронных переводов, и тогда не было полиции на дорогах. И, наверное, Варнава взял Павла, потому что Павел явно не робкого десятка. Павел как бы бывалый человек. у Павла есть римское гражданство, поэтому в таких путешествиях Павел вот то, что надо. И мы видим, что Варнава берет с собой Павла, они отправляются в Иерусалим, отдают деньги, и они попадают в Иерусалиме вот в такое время, как бы, короче, под раздачу попадают. Потому что в этот момент вот что происходит. Это 12-я глава книги с первого стиха. А в то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоанна, мечом. Считается, что он на тот момент, Иаков, брат Иоанна, он был пастором церкви в Иерусалиме. «Видя же это, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресников, и задержав его, посадил в темницу, и приказал четырем четверицам, воинам, стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. И так Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Это то, о чем я вначале говорил. То есть Павел попадает с Варнавой в Иерусалим вот в этот момент, когда вот все вот это происходит. Убивают Иакова, Петра в темнице, церковь ночами молится, они растеряны, и там очень много неприятностей происходит. Поэтому то, что происходит дальше, в Деянии 12-12, мы нет, не 12-12, а Деяния 12-24. «Слово же Божье росло и распространялось, а Варнава и Саву по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собою и Иоанна, прозванного Марком». То есть Варнава, дядя Иоанна Марка, судя по всему, убеждает свою сестру, маму Иоанна Марка, вообще подальше от всех этих событий увести ее сына, потому что там в этот момент опасно. И Варнава, он заботится об Иоанне Марке как отец, потому что у Иоанна Марка отца нет, он его дядя. В Израиле это особенно, ну вот эта ответственность, да, если из жизни уходит брат, там, то как бы ты должен позаботиться о его семье, тем более, да, вот о мальчике. И мы видим, что дальше всю жизнь Варнава заботится об Иоанне Марке, как о своем сыне. И, конечно, он берет его, вот когда вот эти все происходят моменты с церковью в Иерусалиме, он берет его и увозит подальше. Знаете, вот как сегодня кто-то уезжает из России, из Украины, опасно было в это время там находиться. И он берет Иоанна Марка и он увозит его в Антиохию. И вот таким образом Иоанн Марк оказывается в команде. Вот рядом с апостолом Павлом, рядом с Варнавой. Скажите, кто из вас хотел бы быть в команде этих людей, вот рядом с ними? Молиться вместе с ними, путешествовать вместе с ними. Представляете, Иоанн Марк ничего для этого не сделал. Он просто родился в правильной семье. И вот ему как бы все это досталось, ну вот, как мы говорим, по благодати. И то, что происходит дальше. А дальше Дух Святой говорит в церкви в Антиохе, отделите мне Павла и Варнаву на служение. Это вот известная история. И церковь отделяет Павла и Варнаву на служение. Ну, смотрите, что происходит дальше. Это Деяние 13 глава 4-5 стих. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, оттуда отплыли в Кипр и, быв в Соломине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Хочется сказать, но ведь Дух Святой не сказал «отделите мне Иоанна Марка для служения». Он сказал «отделите Варнаву и Павла для служения». Каким образом был отделен или попал в эту команду Иоанн Марк? Да все можно понять, потому что Варнава его привез за собой в Иерусалим, в Антиохию. Он-то не собирался никуда идти, а тут Дух Святой говорит вдруг «отделите Варнаву и Павла а куда племянника? Он подросток еще. Куда? Конечно, куда? С собой. А куда его еще? Назад в Иерусалим, там проблемы. И он просто его берет с собой. Игнорируя вот этот момент, что они не в туристическую поездку отправляются. Знаете, когда мы откликаемся на божественный призыв и входим в какое-то служение, мы входим в состояние конфронтации с духовным миром, мы из позиции обороны или невмешательства переходим в позицию нападения, атаки. Павел с Варнавой были отделены Духом Святым для того, чтобы идти и просто разрушать дела дьявола, начиная церкви на языческих этих землях. И мы читаем дальше, мы видим, знаете, это просто потрясающе. Знаете, я из всех миссионерских путешествий апостола Павла, я только одно место нашел, где Павлу не досталось вот по шее. А во всех остальных случаях все происходит по одному и тому же сценарию. Павел приходит, начинает проповедовать, люди каются, потом появляется противостояние, против них воздвигают гонения, Павел получает по шее хорошо, притом иногда так хорошо, что помните, однажды его уже вынесли за город, думая, что его убили. Но это каждый раз с ним происходит. Скажите, кто из вас еще хотел бы быть в команде апостола Павла? Знаете, с такими людьми быть в команде не так просто. И что происходит? Мы видим, что Иоанна Марка ненамного хватило. Всего же в следующей главе, где следующий, через 10 стихов, Деяние 13.13 Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем приплыли в Пергию в Памфилии, но Иоанн, отделившись от них, возвратился куда? К маме. В Иерусалиме. А кто в Иерусалиме? Мама его в Иерусалиме. Парень решил, да ну, мы так не договаривались. Я думал, с дядей, здесь вот я, я побуду в Антиохе, дядя богат, и все, а тут непонятно, что, тут убить могут, а тут историки Джон Полок пишет, что Павел в среднем каждый день проходил 25 километров пешком. Вам все еще нравится эта история? Вы все еще с Павлом хотели бы быть в одной команде? Постоянные угрозы, постоянные опасности. Поэтому Иоанн Марк отказывается. И он оставляет их. А в качестве кого он был рядом с ними? Мы читаем, что он был взят для служения. Знаете, такие люди очень важны. Он, может быть, он, скорее всего, не проповедовал, но это был тот человек, который помогал нести сумки, который, может быть, ему поручали закупить еду, пойти на рынок. Без этого невозможно обойтись. Может быть, он готовил, может быть, он стирал одежду. Он был взят для служения, как служитель порядка. На самом деле, чаще всего я слышу вот причины, почему Иоанн Марк оставил Павла и Варнагу, дядю своего, что он испугался. Но я склонен думать по-другому. Во-первых, как переводится имя? Кто из вас знает, как переводится имя Марка? Молот. Молот? Знаете, ну, наверное, те, кто дали ему это имя, Молот, ну, у них, наверное, какие-то ассоциации были с ним. Если вы найдете изображение Иоанна Марка, есть изображение Иоанна Марка, но не фотография, но вот изображение. Это всегда такой мужчина с крупными чертами лица, с таким волевым подбородком. И читая о том, что дальше происходило в его жизни, ну, сто процентов мы можем сделать вывод, что он не робкого десятка. Он не испугался. У меня другая версия, это моя версия, почему Иоанну Марку вдруг не понравилось. Знаете, скорее всего, ну, вот представьте ситуацию, вот я ее так вижу, по крайней мере. Иоанн Марк, это представитель золотой молодежи того времени, парень из богатой семьи, он не привык работать. У них дома слуги, а тут его взяли для служения. Это как парень, который никогда лопату в руках не держал, а его взяли огород вскапывать. И можно посмотреть на лицо этого человека, да, унылое, печальное. Но это не то, о чем он мечтал. Я думаю, что Иоанну Марку скорее всего ему не понравилась та роль, которую ему выделили в этой первой команде. Вот на мой взгляд, скорее всего, не трусость его остановила, а то, что ему приходилось делать. И он получил откровение, что это не для него такое служение, не для него. И он отправляется туда, где на его взгляд для него. А что в Иерусалиме? Конечно, в Иерусалиме не только мама. У него, дома, церковь собирается. В Иерусалиме Петр в это время находится. Там тоже все очень круто. Он же не от Бога отошел. И как реагирует на все это апостол Павел? Он это воспринимает как предательство. И они совершают миссионерское путешествие, проходит время, проходит несколько лет. И вот, что мы читаем. Это Деяние, пятнадцатая глава уже. По некоторым времени Павел сказал Варнаве, пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут. Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело. Мне нравится эта формулировка. Да, не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава взял Марка и отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией и проходил Сирию и Гелигию, утверждая церкви. Послушайте, происходит трагедия на самом деле. Здесь описан первый раскол потрясающей миссионерской команде. ведь это потрясающе эффективная команда. Они идеально дополняли друг друга. Павел и Варнава. Они созданы просто, чтобы служить вместе в тандеме. Варнава, он смягчал все острые углы апостола Павла. Апостол Павел, он как двигатель, он как огонь. Но Варнава, судя по всему, ну вот, предание говорит, что Павел выглядел как бы не очень. Он был невысокого роста. Он был лысый. Поэтому мы читаем, что когда у язвичников был выбор, помните, кого из них Богом назначить, то они Богом назначили Варнаву. Варнава, судя по всему, выглядел представительно. Говорил авторитетно. Но не было, может быть, харизмы той, которая была у Павла. Вот этой храбрости, которая была у Павла. Они вместе, мы видим, невероятно эффективны. Везде, куда они приходят, начинаются церкви. И они не тратят на это годы. Это потрясающая команда. И происходит раскол. Дьявол вторгается, и вот эта команда распадается. Послушайте, они больше никогда не служили вместе. А в чем причина? Знаете, как я вижу, в чем причина? Просто, когда Павел полагал не брать отставшего от них в Памфире и не шедшего с ними на дело Иоанна Марка, он не учел один момент. Знаете, Иоанн Марк, он наверняка и в Арнава понимал, что Иоанн Марк сто раз не прав. Но это дело семейное. А Павлу плема, семейное, не семейное. Вот вы знаете, что ваш сын или ваша дочь, вот они не правы. И сами вы, может быть, наедине все ему выскажете. Но когда кто-то начинает ставить на место вашего сына или вашу дочь, вы готовы эту трубаху насобирать. Ну разве не так? Знаете, я вижу вот в реакции Варнавы, я вижу, что Павел задел что-то внутреннее глубоко. Потому что Варнава ведет себя нетипично для сына утешения. Он никогда таким не был. Но Варнава идет просто до конца, он идет на разрыв. Знаете, мне в этот момент хотелось бы Варнаве задать вопрос. Варнава, ты забыл? Дух Святой сказал, отделите Павла и Варнаву на служение. Знаете, я бы Варнаве сказал следующее, я бы сказал, Варнава, ты не учел один момент, Дух Святой ничего не говорил об Иоанне Марке. Знаете, когда ты идешь куда-то, не будучи посланным, то тебе очень тяжело. Мы не можем своими силами служить Богу. Варнава, наверное, думал, что это все просто так. Но если Бог не поддержит тебя, в моей жизни были моменты, когда приезжали бандиты, приезжал рэкет, меня там выводили ночами, в машину сажали. Знаете, я в этот момент просто в облаке каком-то находился. И я с ними разговаривал с этими бандитами как с детьми. И я понимал, что это не от меня. Брат, который в этот момент у нас дома жил, он на балконе там спрятался и слушал, что происходит, если что, чтобы милицию вызвать. Он мне потом говорит, слушай, ты с ними разговаривал как папа с детьми. И я в этот момент понимал, это не от меня. Но вот что-то приходило в этот момент. Отсутствие полное страха, какой-то авторитет в словах. Это то, наверняка, что переживал Павел, что переживал Варнава. Они были посланы на это дело. Марк не был посланным. И это все не просто так. И по-человечески понятно, Варнаву можно понять, а куда одевать ему этого Марка. Но он взял за него ответственность как отец. Куда его девать? Ну, обидно. И сейчас они опять отправляются посетить эти церкви. Павел уперся, просто насмерть уперся. И полагал не брать не шедшего с ними на дело, отставшего от них. то есть, Павел ему вообще не дает второго шанса. Я думаю, у меня слова бы и к Павлу нашлись, как Павел, это молодой паренек. Но он только-только, тебе 13 лет потребовалось, чтобы Бог тебе обрезал твой характер. Он только начал. Дай ему второй шанс. Все, для Павла никаких вторых шансов нет. Он человек крайностей. Он отказывается. И если бы в тот момент у меня было бы возможно сказать и Варнаве, и Павлу, послушайте, вы сейчас вот своей гордостью, Павел, я думаю, гордостью в этот момент. Варнава, я думаю, знаете, мы иногда пытаемся любить людей больше, чем Бог любит. И да, Варнава, он готов разрушить команду ради племянника своего. Готов не просто команду, дело Божье. Знаете, я думаю, сколько они еще церкви могли бы начать в то время. У них еще впереди много лет жизни. А этого не происходит, потому что что-то семейное вмешивается. Кто-то что-то сказал. Павел вот так вот сказал резко. Варнава, скорее всего, обиделся, закусился на него. И все. Мы знаем, как это бывает, когда сильные личности. Павел тут же находит себе силу. Мы знаем, что силу тоже неплохой вариант был. Но что мы дальше читаем? Мы читаем, что церковь помолилась за Павла и силу и благословила их на это служение дальше. то есть мы видим, что церковь в Антиохии на стороне Павла и силы в этой ситуации. А что делает Варнава с Иоанном Марком? Они собирают пожитки свои и отправляются куда? На Кипр. Понятно, у них там виноградники. Они богатые люди. Они едут на Кипр. Душу лечили. Обиделись наверное. Я не знаю, что там было. Но мы не читаем, что церковь их отделила на это. Мы не читаем, что церковь благословила их на это. Они просто так решили. И я просто обращаю ваше внимание, потому что смотрите, мы читаем вот так сформулировано Варнава хотел взять с собой Иоанна. Вот он хотел и он считал, что и Павел должен был так хотеть. А Павел не хотел и все. И наверняка у каждого из них своя логика была. Вот они уперлись в результате дела Божьего пострадало. Что происходит с одними и с другими? Мы видим, что Павел из силы оказался эффективным служителем. Павел остается в призвании, а не посланный церковью. Да и Дух Святой сопровождает служение. Что происходит дальше с Иоанном Марком? Они недолго посидели там на Кипре. После этого все возвращается на свои круги к маме. он опять едет в Иерусалим. И в Иерусалиме он оказывается уже в орбите жизни апостола Петра. Знаете, я думаю, вот просто два вот таких характера апостол Павел и Марк. Судя по всему, оба холерического темперамента, оба достаточно жесткие люди, амбициозные люди. И у Марка была потрясающая возможность стать учеником апостола Павла. они его взяли для служения. Он мог быть продолжателем этого дела. Апостол Павел он хотел стать для Иоанна Марка духовным отцом. Но не получилось, не сложилось, не хватило характера ни у одного стать отцом, ни у другого стать сыном духовным. Наверное, Иоанн Марк думал, что это слишком жестко, что это вот как-то ему не подходит. Знаете, и через время мы обнаруживаем, что Иоанн Марк не потерял свое призвание. Мы видим, Бог не отказался от этого парня. Он оказывается в орбите жизни апостола Петра. И чем он занимается? Тем же самым, чем он занимался при Павле. Он служит Петру. И потом проходят годы, он просто ездит вместе с Петром. Апостол Петр берет его в Египет, они едут в Египет, и он начинает там церкви, и Иоанн Марк просто вместе с ним. Они едут в Вавилон, и Петр открывает там церкви, и Иоанн Марк просто едет с ним. Проходят годы. Знаете, нужно сказать, что смотря на то, как Писание описывает характер апостола Петра, Иоанн Марк не особо выиграл, поменяв Павла на Петра. Потому что характер у Петра знаете, Павел участвовал по биеннии камнями Стефана, мы видим неробкого десятка, Петруша убил раба, помните, то есть они оба холерического темперамента. И судя по всему, с Петром тоже не сладко было. И пришлось смиряться, пришлось терпеть. и знаете, и мы видим проходят годы и вот этот Иоанн Марк молод, он в тени остается, он всегда второй. Он там отказался быть вторым, когда был рядом с апостолом Павлом, но с Петром мы видим, он на протяжении многих лет, он просто второй, он как тень апостола Петра, он просто следует за ним и служит ему. И потом, когда спустя годы Павел вспоминает о нем, он пишет в послании пришли мне Иоанна Марка, он надобен мне для служения. Он не сказал, он надобен мне там для проповеди, я там рукоположу его в епископ, он других рукополагает, сыновей своих духовных рукополагает, Тимофея, Тита он рукополагает, да, а Марка, ну, как всегда, для служения. Что там, сумки нужно таскать, да, мы только предполагать можем. Павел много путешествовал, поэтому ему насильщики нужны были. Мы видим, через время Павел смог как бы отпустить, да, взял на дело опять его. Да, вот, простите, годы прошли. И знаете, и Иоанн Марк, остается в тени еще очень долго. Знаете, когда приходит время Иоанна Марка? когда трагически или героически в Риме распинают Петра вниз головой, Иоанн Марк пережил все это. Потом в Риме мученической смертью умирает апостол Павел, и он пережил все это. и на светофоре, и на Марка загорается зеленый свет, только когда все эти люди заканчивают свой земной путь. Только тогда происходит передача эстафеты. А что до этого? Знаете, мы можем о себе думать все, что угодно, но, смотря Писание, я вижу, Бог призывает некоторых людей, давая им помазание первооткрывателей, вот первопроходцев. Они идут первыми. Как правило, плохо заканчивают, ну, по-человечески. Но они идут первыми. Это особая честь, особая привилегия, но и огромная цена. А есть люди, призвание которых быть вторыми. И без них ни Петр, ни Павел, они не могли бы совершить того служения, которое они сделали. Есть люди, которые призваны быть вторыми. И для этого необходимо иметь достаточно смирения, чтобы оставаться в тени. А потом, когда на светофоре Бог зажег у Марка зеленый свет, он получает от Бога повеление написать Евангелие от Марка. И он становится одним из евангелистов. Он пишет Евангелие от Марка. Это Евангелие чудес. Это самое короткое Евангелие, но в нем больше всего сфокусирован наш взгляд на чудесах, которые делает Иисус. Иоанн Марк никогда не был рядом с Иисусом. Откуда он все это знает, все эти подробности? Предание говорит, что Евангелие от Марка было Марком написано по воспоминаниям апостола Петра, потому что все эти годы, пока Иоанн Марк служил апостолу Петру, стирал его одежду, готовил ему еду, наверняка служил своими деньгами, потому что он был из богатой семьи, наверняка он служил своим имением, а Петр в это время рассказывал все, что он видел, как это происходило и считается, что Иоанн Марк он всю эту историю до Евангелия от Марка услышал от Петра, запомнил и потом записал и она, эта история дошла сегодня до нас а потом когда Петр и Павел закончили свой земной путь вот в эту первую линию вышел Иоанн Марк и он стал апостолом и он открыл еще много церквей он открыл одну из самых школ которая стала одной из самых известных школ библейских школ нашим языком в которой были рождены и получили образование те люди которые сыграли колоссальную роль вот в первой церкви в течение вот второго века они в этой школе учились эту школу начал Иоанн Марк и свой жизненный путь Иоанн Марк закончил в Александрии когда он без страха без страха проповедовал во время одного языческого праздника призывал людей к покаянию произошло то что происходило обычно в жизни апостола Павла народ возмутился и его убили просто разъяренная толпа за проповедь Евангелия Иоанн Марк был убит и вот таким образом закончилась его жизнь присоединился к своим наставникам к своим духовным отцам к своим духовным родителям то о чем я говорю очень важно понимать конечно мы о себе мечтаем вот как о людях для которых у Бога что то есть такое большое великое конечно мы хотим быть первыми конечно мы не хотим просто вот за кем-то идти мы хотим сами что-то делать знаете но если ты не призван быть первым то важно понимать это огромное привилегия быть вторым и смотря на историю Иоанна Марка мы видим что тот который был верен и хватило смирения и послушания приходит время для вторых когда вторые становятся первыми давайте поднимемся я хочу помолиться я не знаю много ли среди вас людей которые имеют это помазание первопроходцам вот вы такие сумасшедшие немножко вы вначале делаете потом думаете вы откликаетесь на призыв потом думаете где мои мозги были о чем я думал когда я согласился на это но уже поздно да и это вот я иногда Богу говорю Господь мне кажется что я наверное у тебя самый тупой ученик вот время проходит потом думаешь о чем ты думал когда соглашался знаете но есть среди нас такие люди а есть те которые призваны быть вторыми давайте помолимся чтобы каждый оставался в своем призвании ценил это и понимал что первых без вторых не будет да если ты понимаешь что сегодня ты второй сегодня ты просто тот который должен быть рядом моя проповедь называется призван быть рядом вот подумай может быть ты из этой категории ты просто призван быть рядом ты не призван быть первым ты призван быть рядом с кем-то только в этом положении в этом состоянии ты будешь максимально эффективен brewer кем-то подп with в этом состоянии системы для данной лимит в этом состоянии куда-то коем-то